Ребята, всем привет! Это снова я. Сегодня мы с вами пройдем Outlast с невидимыми врагами. Сразу отвечу на вопрос, как это сделать. Если у вас возникнет желание пройти так же, вы пишите bindv, ну естественно в консоли пикера, все как положено. Это scale enemy 0-0-0. То есть при каждом нажатии на клавишу V у вас будет противник пропадать визуально, но на самом деле он будет и он будет за вами бегать. Ну в целом начинаем. Не забывайте ставить лайки, подписываться и так далее и тому подобное. Все, в общем я пошел. Попробуем побыстрее пройти этот Outlast. Идеи на самом деле, к сожалению, уже кончаются. Я даже не знаю, что делать. Хотя на стриме вчера я вам спойлерил. Кто знает, тот знает. Ой, вот. И ну как бы на самом деле... Да господи! Интересные идейки-то еще остались. Но они кончаются. Исчерпываются мимолетно. Главное не забывать, кстати, нажимать на эту клавишу, чтобы противники пропадали. Если это можно было бы автоматизировать, было бы круче на самом деле. Ну ладно. Вот смотри, например, мы нажимаем. Видишь, Крис Вокер пропал. Вот такие вот дела. Еще небольшой анонсик. Это видос по Горизмоду в ближайшее время выйдет. Вот. Поэтому, ну я думаю, получится достаточно интересно, потому что очень интересный аддон. В общем, ожидайте. В ближайшее время, я думаю, этот видос выйдет. И все будет чики-брики, чики-пуки. Так, все. Я нажимаю на V. Странно, где Крис Вокер? Его не видно! А звуки есть. Ну тут мы по дефолту. Ладно, перезапускаем. Это очень странно было. Хотя, у меня как-то был такой баг, когда он не выбивал дверь. Это связано с тем, что я подошел близко к окну. И какой-то диссонанс у него в голове произошел. Ну смотри, я нажимаю опять. Scale anime 0. Никого нет. О, сейчас нормально. Эммм. Привет. Что? Я тебя не вижу! Ладно, это, это. Это интересно. Ха-ха-ха. Я вообще не знаю, как это сейчас получилось. Вот интересно, реально. На записи вообще ничего не лагает. Как бы... Я еще сейчас плюс поменял программку. Я купил экшен. Тоже такая прога для записи видосов. И она достаточно таки неплохая. Здесь очень много тонких настроек. Мне кажется, даже лучше, чем Shadowplay. Которая от Nvidia. Которая в GeForce Experience вшитый. Как бы достойно. Здесь даже есть оверлей. Здесь написано, сколько я снимаю уже. Мне кажется, достаточно это прям удобно. Ой, да... Вот, ребят. Надо привыкнуть к тому, что я с невидимыми врагами тут как бы связан. Да? Угу. Так, давай тут. Мистическая дверь. Она сама выбилась. Интересно, почему? Ой-ой-ой. Мне кажется, сейчас мне он всечет. Так. Мне кажется, я его проскочить успел. А, не, вот он. Он тут, он тут, он тут, он тут. Блин, это, слушай, это интересно. Ты не знаешь, где противник находится. Почти как фазмофобия какая-то. Так, все. Административный блок пройден. Главное не забывать реально еще раз нажимать на эту клавишу, чтобы все было чики-брики. Блин, на самом деле, можно было бы даже как-нибудь попробовать пройти это на психе. Все это дело. Или, по крайней мере, на кошмарной сложности попытаться как челлендж на стриме на каком-нибудь даже. Я думаю, это было бы очень интересно. Труп у нас мистическим образом сам двигается. Без понятия почему. Так, это челик, я не знаю. А, ага, все. Диспаунись, братан. До свидания. Ага, блин. Вот он, он, он опять, видимо, просто обновился. И из-за этого такая вещь происходит. Вот надо было прожимать просто безостановочно. Здравствуйте, ребят. Невидимки. Мне кажется, пот будет где-нибудь. Вот где вот Крис Уокер и на трагере. What? Ребят, вы меня зарезать-то вообще сможете? Ой. Я просто проверить хотел реально. Типа, нормально ли все? Или какие-то баги происходят? Так, веб прожимаем. Я ж поражал В. Я не знаю, как я пробежал сейчас. Мне кажется, немного багованно это все на самом деле работает. Давайте, ладно, для, до, до, до сложности, для сложности, точнее, мы с вами поставим кошмар. Потому что, ну, что-то пока что очень легко и никакого челленджа я особо не вижу. То есть, если у нас Крис Уокер сейчас будет, будет поинтереснее с ним, да? Потому что он с одного раза будет нас цеплять и убивать. Это будет прикольнее. Так, Крис Уокер. Так. Прожимаем В. Странно, как он меня не заметил. До свидания. Ну, это изи место было на самом деле. Тогда уж реально на психи, я думаю, стоит это пройти на каком-нибудь стриме. Но мне кажется, нужно немножко потрениться. Особенно с кимитрагером точно. Так, вот сейчас может быть, кстати, достаточно-таки потное место. Потому что сейчас рашить Крис Уокера мы не сможем. Он нас сцепанет тупо, мне кажется. Мы его не видим, а он нас видит. Хотя, подожди, нет. Давайте, знаешь, как сделаем? Смотри. Чел, ну давай. Найс. Вот так вот, да. Так, попроще. Так, сейчас он переспаунится. Ну, мы сейчас его просто заманим, да и все. Мужик! Мужик! Заметь! Помогите! Все, нормально. Четко. Сучетко, ребята. Все нормально. Так, все. Я не вижу его. Да это вообще не имеет значения. Я его даже здесь и при обычном прохождении не вижу. Поэтому это никак не решает совершенно. Ой. Извиняюсь. Забыл выключить его. Так, у нас мыло ворд прямо непосредственно здесь уже. Что с озвучкой? Озвучка багнулась из-за этого. Типа, я ее очень хорошо слышу. Они даже дверь не выбили. Я вообще не понимаю иногда на самом деле что к чему. Это очень странно как-то работает. Они вроде бьют, а вроде не бьют. Непонятно. Хотя по сути их моделька все коллайдеры или как их называют хитбоксы, так скажем, да, они все нормальные. Знаешь, меня немного волнует, что так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он урочил тебя всеми этими бле-бле-бле-бле-блейскими штучками, мол, он праведнее бога. Я никого не хочу оскорблять, но порой он смахивает на психа. Правда? Понимаю. Это понятно. Люди напуганы, тянутся к богу, как и другим путям спасения. Увы, бог умер с появления золотого стандарта. Теперь мы верим более в нечто конкретное. Хочешь заплатить Петеру, а греб поля? Иначе никак. Убийство самое простое решение. Ну а что если все деньги вдруг исчезнут? Эй, дядя, ты шо несешь, а? Добро пожаловать на сервер безумные зомби. Так, трагера, трагера, удаляем, удаляем, трагера, трагера, удались, трагер, трагер, пропади, пропади, сим, соломи, махалай, махалай. Я не знаю, как он меня не заметил. Смотри, он бежит, он здесь, он тут. Почему он меня не видит? Ребят, я вообще не знаю, в чем проблема. Типа, очень странно. Крис еще плюс-минус атаковал в начале, а сейчас вообще что-то какой-то бред происходит. А давайте я поставлю, ну, типа, ну, ну, по-другому немного. 0-0-1, 0-0-1 и 0-0-1. И у нас будет очень маленький Ричард Трагер сейчас бегать. Ну, я не знаю, типа, может быть, это решит какую-то проблему. А вот сейчас он меня видит. Если сейчас Трагер заагрится, то все нормально, блин. И с этого и надо было на самом деле начинать. Сейчас все нормально. Короче, нужно писать 0-0-1, ребят. Я, конечно, поправочку сделаю в начале, там потом, текстовую, чтобы враги нормально агрелись. Потому что когда ты ставишь на 0, никто не агрится. Здравствуйте. на самом деле, мы бы там и так прошли типа на изичах. Братьев я проскочил, да, они там тупили, вот там искусственный интеллект начал тупить. Вот, ну, в любом случае я мог бы залезть в окно, например, и все, как бы, обойти их спокойно. Ну, где еще потно? С Крисом Уокером? Крис Уокер, ну, что, я его просто заагрил, проскочил, хотя он, вот там он вроде плюс-минус норм отреагировал на меня. короче, в любом случае, ребят, ставьте 0,01 и все будет чики-брики. Так, я думаю, все-таки стоит... Ааа, беги, беги! Понимаю. Дорогой мой, а ты где? Что? Что? Он не может перепрыгнуть. Блин, но тут не без багов. К сожалению, тут не без багов, да. Это, конечно, печально немного, но... А если я так сделаю? Ой. Да господи! Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Ухади, 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 ухади. А, открыто, нормально. Все. Капец, капец. Это было жёстко Нам Серьёзно? Интересно Ладно, я слишком рано, наверное, начал его обходить Надо было немножко его заманить Да, дядя, ты серьёзно? Давай попробуем через шкафчик Но мне кажется, вряд ли получится А, получилось Даже вот так постоять можно Ой До свидания Так, всё Я его убрал Его не видно Братышка Братышка Так, вот сейчас надо будет осторожно, короче Всё, сделал его невидимкой Давай, пока Не, изи, изи, изи Нормально По звуку ориентируешься, всё чики-брики Давайте возьмём батарейку в кое-веке Прекрасно Так, а вот сейчас, кстати, может быть попать не немножко Давай, пока Долго выбиваешь, братишка Долго-долго-долго-долго-долго-долго Я говорю, самый сложный это трагер Мне кажется, там реально надо сесть Чтоб он тебя взял за шкирку Вышвырнул И ты от него смог убежать Ну мы... Ой Ладно Хотел обойти В итоге упал Ой, извини Ну ладно Тут всё равно пробежать можно Типа А я пациентов-то забыл вырубить, да? Ну ладно Там в целом изи тоже Там как бы просто Я бы в любом случае убежал бы Там челленджа никого нет Задумался Я засмотрелся просто на гигабайты Как у меня память тратится На видос С братьями тоже сейчас изище Там можно по таймингу пробежать То есть, ну вы видели, да? What? Что? Пять Он меня цепляет, каким образом? Странно Очень странно Блин Закрываемся Он её открывает А почему я пройти не могу? Давайте закроем дверь Открывай, дядя Работает, ладно Там, видимо, дверь мешала просто пройти мне В целом, лаборатория, всё Здесь как бы Всё очень просто Так, валя Ты невидимка Здесь ничего не меняется Потому что ты в целом И так валеридера особо и не видишь В катсценах разве что Ну или облако какое-то видишь Там непонятное Летает он там себе Да и всё Давай, я тебя не вижу А я его всё равно вижу Там частицы какие-то Всё равно от него идут Видишь, да? О, получилось Ну всё Ладно, ребят Я думаю Здесь даже Попрощаемся мы с вами Что нам тут париться Кого-то Это был киллер Аутласт С невидимыми врагами Всем спасибо за просмотр До скорой встречи Ещё увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok